Добрый день! С вами практикующий акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Сегодня получаю массу сообщений от своих беременных, как уберечься от коронавируса, как не стать участником пандемии, что мне делать, если у меня поднялась температура, и я беременна. Это страшно? Это вирусное заболевание какое-то обычное, либо это вирусное заболевание, коронавирус? Вообще, что мне делать и как отличить одно от другого, где норма? Вообще, температура у беременной может быть в норме. Мы не забываем, что в начале беременности работает прогестерон, это гормон, который обуславляет определенные гормональные перестройки, связанные с беременностью. Именно на фоне высокого уровня прогестерона температура у беременной женщины может несколько быть отличной от состояния небеременного. В норме до 18-20 недель эта температура может повышаться до 37,4. Если вы на раннем сроке беременности чувствуете ознобы, небольшую ломоту в теле, то жарко, то холодно, хочется укутаться и раздеться снова, померяйте температуру тела, если она не превышает 37,4. Если у вас нет признаков респираторного заболевания, нет соплей, нет кашля, нет боли в горле, скорее всего, это температура, связанная с высоким прогестероновым фоном. Это норма. Если вы на раннем сроке беременности, и у вас поднялась температура выше 37,4, обычно при остро-вирусной инфекции, особенно при современной вирусной инфекции, эта температура высокая, 38 и выше. Если вы такую температуру получили, она может быть связана, мы сказали, с какой-то банальной вирусной инфекцией, с вирусной инфекцией новой, вы не паникуйте в любом случае. У нас есть защитные механизмы у беременности против этой вирусной инфекции. Обязательно нужно вызвать участкового терапевта. Это первое, что вы должны сделать. Сейчас медицинская служба устроена таким образом, что первым на вызов больного с температурой направляется участковый терапевт, либо лицо из поликлиники, которая данной функцией выполняет. Вам обязательно возьмут исследование на коронавирус, вас обязательно посмотрят и оставят под наблюдение, скорее всего, дома. Если у вас нет одышки, если у вас нет затрудненного дыхания, у вас всего лишь небольшая температура, может быть сопли небольшие, может быть кашель небольшой, вы спокойно вызываете участкового врача и никуда из дома не выбегаете. Если температура поднялась выше 38-39, ее беременной женщине нужно снизить. Какими препаратами безопасно нужно снизить температуру беременной? Парацетамол, обычный советский парацетамол, дозировки 500 мг, одна таблетка, мы ее принимаем по необходимости. Если нам не помогает парацетамол, если он температуру не снижает, мы попробуем воспользоваться и бупрофеном, либо нурофеном из группы нестероидных противовоспалительных средств. Они беременным противопоказаны, они могут вызывать некоторое усиление вирусной инфекции, но мы с вами говорим о ситуации, когда температура 39-40, и нужно что-то с ней делать, нужно спасаться, есть какое-то экстренное состояние. То есть мы работаем парацетамолом и всеми остальными группами, анальгином и бупрофеном, только в крайнем случае, если вы беременны. Существуют ли сейчас какие-то алгоритмы помощи, протоколы лечения при современном вирусном заболевании? Да, эти протоколы есть. Отличаются ли они у беременных и небеременных чем-то? Особенно ничем не отличаются. Поэтому не паникуйте. Сначала оцените свою температуру, свой срок беременности. На любом сроке беременности мы вызываем участкового доктора, если у нас нет признаков одышки, затрудненного дыхания. Если у нас есть затрудненное дыхание, признаки одышки, температура, мы всегда вызываем скорую помощь. Я надеюсь, что вас не коснется эта беда. Если у вас остаются вопросы, и вы не знаете, что делать в условиях, когда вы не можете обратиться к своему доктору в женскую консультацию, не можете попасть в научный прием, я всегда готова ответить на ваши вопросы. Всегда рядом. Если что-то нужно, мы всегда какой-то алгоритм действий с вами проработаем. С вами была Екатерина Волкова, практикующая кушер-гинеколог. Все вопросы можно оставить в комментариях под этим видео. Ссылка на мои контакты есть на канале. Жду ваших обращений.